Друзья, год назад я опубликовал на своем канале ролик под названием Квантовый переход. Крах рабской финансовой системы. Или криптовалюты, что это? Так вот, там было много эзотерической информации, поэтому его я перевел в статус для спонсоров. Но после этого меня часто просили открыть этот ролик. Поэтому через год я решил опубликовать вновь ролик на тему криптовалют. Последнее время добычу цифровых денег часто обвиняют в том, что она наносит колоссальный вред природе. Майнинг требует больших затрат электричества. Среднее потребление электроэнергии сети биткоина может сравняться с нуждами целых стран. Университет Кембриджа говорит о цифре в 97 тераватт в год. Для сравнения, еще год назад отметка едва превышала 73 тераватта ежегодно. То есть рост почти на 30% за последний год. Эксперты затрудняются точно оценить углеродный след от добычи биткоина, но сходится в одном – криптовалюта наносит серьезный урон окружающей среде. Климатический вопрос был одним из первых на повестке дня ООН и МВФ. Было сказано о том, что алгоритм Proof of Work, на котором работает биткоин, является устаревшим. Цифровые валюты должны переходить на более эффективные и дешевые способы поддержания безопасности и подтверждения транзакций. После заявления Илон Маска о том, что Тесла отказывается принимать биткоины в качестве средств оплаты за электромобили, произошел обвал рынка криптовалют над технологией Proof of Work. При этом изобретатель-миллионер не исключил перехода на так называемые «зеленые» криптовалюты, работающие на более современном алгоритме Proof of Stake или POS. POS майнинг работает совсем по другому принципу. Для него не требуется сложное вычислительное оборудование. Для того, чтобы майнить по алгоритму Proof of Stake, нужно всего лишь держать монеты на своем кошельке. То есть для майнинга по POS алгоритму необходимо как бы заблокировать определенное количество монет, которые вы майните на своем кошельке. Несколько блокчейнов, таких как Тезос, Кела и Призм, уже показали эффективность этой технологии. А Эфириум, вторая по популярности криптовалюта в мире после биткоина, уже в процессе перехода на алгоритм POS. Дело в том, что при Proof of Work майнинге, майнинг постоянно несут высокие затраты на сам майнинг. Они вынуждены постоянно покупать новое оборудование и наращивать свои мощности. Также при POS алгоритме, майнинг платят за электроэнергию. Во многих странах существуют достаточно высокие тарифы на электроэнергию. А это значит, что майнинг должны постоянно продавать добытые монеты. На рынок будут поступать все больше и больше монет. А когда существует высокое предложение, то должен быть и высокий спрос. А если спроса нет, то монета будет падать. В Proof of Stake майнинге ситуация прямо противоположная. В POS майнинге имеют преимущество те держатели монет, на которых находится больше всего монет. А это значит, что держателям POS майнинга выгодно не продавать добытые монеты, а хранить их у себя, чтобы иметь больше конкурентных преимуществ. Так вот, держателям монет в POS майнинге выгодно покупать монеты, и вся прибыль может идти на закупку новых монет. А майнеры в POS постоянно тратят полученные монеты на закупку нового оборудования и оплату электроэнергии. Те, кто на меня давно подписан, знают, что я являюсь держателем криптовалюты PRISM. Радеюсь за эту криптовалюту и популяризирую ее. До недавнего времени было очень тяжело кому-то объяснить технологичность и уникальность криптовалюты PRISM. Но сейчас все изменилось, рейтинг криптовалюты PRISM в CoinMarketCap среди криптовалют на алгоритмы POS поднялся с 20-го места до 12-го. И это только за последние 2 месяца. В то время, как другие криптовалюты сейчас сильно обесценились в преддвериях нынешнего кризиса. Конечно, о преимуществах криптовалюты PRISM я вам сейчас не буду рассказывать. Для этого у меня есть отдельный канал на YouTube и в Telegram. Ссылки на них вы сможете найти в описании под этим видео. Скажу лишь об одном главном преимуществе. В PRISM майнинг начинается на вашем кошельке сразу же, как только вы на него переведете одну монету. Итак, вот мой страховочный кошелек. На нем 0 монет. Итак, переводим сначала на него монеты. Вот наши монеты нам зачислились. Обратите внимание, что сразу пошел майнинг. Видите, побежали цифры. Чем больше монет на вашем кошельке и в вашей структуре, тем больше майнинг. Поэтому есть смысл объединяться в сообщество и зарабатывать больше. О коллективном майнинге у меня также есть отдельный ролик на моих альтернативных каналах по цифровой экономике. Так вот, друзья, кому близка идея, переходим на экологичный майнинг. Если интересно сообщество, в котором я состою по коллективному майнингу, пишите в личку. Помогу разобраться и научу, что к чему.